друзья всем огромный привет вы на канале делай сам с вами снова алексей сегодня у нас в ролике будем обшивать вот этот домик это был раньше дом сейчас табаня сделаем реновацию достроим доделаем потому что как видите он свес кровли ужасный это все было дело сделано ну как всегда вроде бы временно но ничего не бывает более постоянно чем временное да это сами знаете прекрасно вот так что сегодня приведем этот это строение в отличное состояние так что вам всем приятного просмотра поехали вот так он сейчас выглядит обшит он имитации бруса простоял шесть лет как вот видите средства такой вот ужасный все это было не доделано здесь было окошко все закрыть имитацию бруса я всю прошил гвоздями потому что немножко повело в общем вот такая вот картина что же из этого получится обшивать буду вот таким вот материалом это фасадная плитка хауберг техниколь вот такой вот свет красивый называется он бельгийский 1 лист готов все по шнурочку также сейчас все сделаем с другой стороны вплоть до конца второй ряд также сейчас будут пробивать по шнурке выставил по уровню и потом уже будем приспособа применять ну погнали да друзья конечно с показу как я работаю профессиональным инструментом работал я конечно и пневматическим инструментом и аккумуляторным инструментом но две стены самые большие две стены я пробил все молотком все вручную да тоже можно делать но конечно время занимает побольше нежели это делать профессиональным инструментом так что все познается сравнение а а а а а а а а крепить был вот такие вот уголки также с крошкой обсыпаны вот так вот выставлю с большим наклёстком получится и засверлюсь и приключен также использую уголок внутреннего тоже 50 на 50 несмотря на то что я совпали у меня все ряды порядок но даже это было бы не страшно все равно это вот таким образом закроется и не будет видно скажите шикарно здесь делаю все по налоге также просверливаю отрезки делаю с наклёстом я сначала фиксирую один саморез потому что чтобы два металла просверлить уже было после очень удобно чтобы не держать одной рукой а было зафиксировано теперь можно просто взять руки свободны прикручиваем так а Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну как видели, свес я подрезал с двух сторон, сделал ровненько, сделал подшиву из доски сухой, наверное, там получилось по 9 см, десяточка условно Сейчас буду пришивать G-профиль, один уже я вот пришил, пока не отрезаю в размер, потом отрежу уже до размера Вот так выглядит G-профиль, то есть там мы будем закрутить саморезы с пришайбой И потом будет вставляться софит Субтитры сделал DimaTorzok Г-профиль также буду использовать софиты они перифорированы чтобы была вентиляция проветривался карнизный свес тем более у нас под карнизный свес выходит вся обшивка вентиляция вот так вот выглядит сейчас буду вязать его при помощи ушей я уже вымерил мне нужно по 30 дому сантиметр а 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 чтобы немножко они были свободны чтобы был вход а вот а 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 вот пока вот так вот сейчас вот закажу металл сюда на лобовую потом сверху как конек оденется о но теперь необходимо установить кронштейны и сделать уклонку как правило от 2 до 5 миллиметров идет уклон у меня здесь пять метров я буду делать уклон 5 миллиметров то есть меня получается на всю длину 20 сантиметров я проверил у меня лобовая доска выстрел на уровень то есть я сейчас одного края выставляю на 4 сантиметра до низа кронштейн а с другой стороны полтора сантиметра красность получится 20 сантиметров уклон первый я уже кронштейн установил теперь будем устанавливать 2 теперь возьмем обычную шнурку и натянем от одного кронштейна к другому красный буду крепить каждую полметра использую такую пластиковую досточную систему бренд техниколь оптима в моем случае свет у меня коричневый шоколадный диаметр 120 желоба и трубы 80 диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50 10 лет гарантия вот такой вот цвет темно-коричневый теперь хочу поставить сам желоб поставил заглушечку друзья вот такой у нас соединитель я думал что под нему кронштейн нужно тут смотрю отверстие то есть он упирается в стену и закручивает саморез ну вот начался дождь там сразу показать что водосточка поставлена с уклончиком все правильно все идет а не дает немножко доработать и вот четко видно как получается через капельник капает прям четко в центр водосточка вот так вот крепится она защелкивается с двух сторон она мягенькая я вам потом не могу немножко покажу как она гнется вот так вот видите все водичка не застаивается вся уходит отмерил кусок вставляю его на место чтобы нам сделать сам слив вороночку я уже подготовил вот таким вот образом угол 135 угол 135 закрутил два кронштейна саму воронку тоже сажаю на саморезы все мертва так осталось поставить такой кусочек я уже его обрезал размер такая вот заглушки везде вот такие вот прокладочки мы сейчас вот так вот ее поставим вот газиночка точно вода протекать не будет вот так мы ставим ее на место теперь видно что тот уголочек у нас приподнят и вот так у нас сразу коночка идет все водосточка у нас готова за один вечер под дождем но я это сделал друзья по итогу у нас получился вот такой вот красивейший фасад когда все закончено все уголочки стоят на месте все выглядит довольно таки шикарно почему я не знал этот материал раньше можно было бы сделать его изначально не обшивать имитация бруса а сделать сразу по уэсби все-таки по плитному материалу это делать будет лучше вот так вот такая красота уже сделаны софиты все полностью готова друзья на в общем у нас получилось с вами вот такой вот выпуск сделал я это все один конечно же первый раз и все получилось я боялся переживал что не получится но в итоге все прекрасно получилось сами можете оценить это от вас же я жду обратной связи что вы думаете по этому материалу по этому фасаду как считаете как это стало выглядеть а все-таки что было до и что стало после это две разные вещи вот вам же хочу сказать огромное спасибо что смотрите что поддерживаете пишите ваше мнение вам же всем крепкого здоровья до новых встреч пока пока